Всем здорова, с вами Санёк, сегодня мы с вами поболтаем о танке КВ-3. Как мы знаем, сейчас Wargaming ввел новую ветку, это двухствольные танки, дробовики. И начинается она с ИС-2-2 на восьмом уровне. Чтобы его прокачать, вы должны купить, соответственно, КВ-3 седьмого уровня. И тут я тоже, знаете, такой думаю, а чё, надо поиграть, вроде танки этих валят, всё зашибись, надо играть, всё круто. Надо выкупать КВ-3. Я на нём играл давным-давно, в незапамятные времена. Боёв у меня на нём немного, пожалуйста, 62 боя. Статистика там была не очень. Единственное, я помню по этому танку, знаете, что он часто горит. Вот меня вымораживало, часто горел, и от этого меня бомбило. Но, насколько я помню, танк, в принципе, неплохо себя показывал по броне. Даже тогда, в те времена, все его, вот, сколько я помню, в Ютубе все блогеры и так далее, все его хаяли штанг говно, КВ-4 говно, играть на них невозможно, пушка кривая уродская и так далее. Я, честно говоря, не испытывал какого-то дискомфорта игры на КВ-3. Да, он горит, но это решаемо огнетушителем, автоматическим, если хотите, можно и так быстро потушиться, если успеете нажать и так далее. И тут я решил, короче, выкупить этот танк, чтобы прокачать эти двухствольные страшные танки, которые все уничтожают на своем пути. Ну, я так думаю. По крайней мере, восьмерка вроде как неплохая считается. Выкупаю я этот танк и такой, думаю, надо... Я помню, у него был деструктор, пушка, это не как она там дальше, но не деструктор, называется... Вот это вот, Д-25Т с уроном 390 и пробитием, соответственно, 175 и 217. По сути, кажется, эта пушка такая же, как у Исака, если мне память не изменяет. Сейчас я мы глянем. Так, где у нас... Так, куда я полез вообще? Так, дерево исследований, где первый из... Найти бы его, вот он. Да, это такая же пушка, то есть разницы никакой. Можно было даже посмотреть, что она ставится на эти танки, но я затупил. Ладно, неважно. В итоге я такой выкупаю КВ-3 и лезу в модули. Ну, думаю, надо поставить модули. И тут я замечаю вот эту пушку. Честно говоря, я не помню, была ли она тогда, когда я играл там лет 5 или года 4 назад на КВ-3. Не была. Начинаю смотреть ее характеристики и сравнивать вот с этой. Думаю, на чем мне будет комфортнее катать. И смотрим. Скорострельность. На 2 секунды почти быстрее. Отлично, смотрю, ладно. Следующие показатели. 175 ББшками, ну хорошо. И тут я замечаю 235 голдой. А тут 217. Ну, соответственно, урон-то у нас 250, всего не 390. Ну, тут тоже я начинаю задумываться. И тут я вижу, разброс лучше, время сведения лучше. Да черт побери, это же ДПМная пушка. Которая, если вы будете играть не против, да даже если вы будете играть и с восьмерками, девятками, она себя будет очень хорошо реализовывать. А уж если вы в топе, эта машина на голде. Можно даже не заморачиваться, понимаете? Вот вы будете говорить, что ты играешь на голде и так далее. Да наплевать, играйте на голде, это никто вас не запрещает. Она открыта для любого. Стреляйте хоть на первом уровне голдой, наплевать. Если вы хотите прокачать быстрого ИС-2-2, берите КВ-3, загружайте его голдой на 100-мм вот этой пушке, и будет вам счастье. Я сейчас на нем поиграл, где-то боев 5-6. Вообще великолепно. Вот где-то с восьмерками, если играешь с девятками, более-менее такой бой, ну полторы тысячи ты успеваешь настрелять, потому что ты сам никуда не лезешь, иначе тебя убьют. Приходится как-то от второй линии играть. Но если ты играешь в топе, или там 2-3 восьмерки, то КВ-3 себя очень хорошо показывает. 2-3 тысячи урона вообще великолепно. А уж если играешь против пятерок, то просто офигенно. Скорострельность, пробитие, всего хватает, машина просто всех уничтожает. Я что, видосы это записываю, чтобы вы посмотрели, чтобы вам понравилась эта машина. Знали, какую пушку поставить, и как на нем, наверное, играть. Но играть, как на обычном тяжике. И хочу сказать еще, что я заметил по этому танку, мне кажется, бронирование стало лучше. Ну, я не помню, папа ли это танк или нет, но чисто по моим ощущениям, танк стал покрепче. Или может я по-другому стал играть. Ну а сейчас переходим просто к бою, посмотрите, как на нем играется в топе. Там, конечно, скажете, топ-то там любой так может, но я думаю, все равно будет полезно глянуть. Погнали. Так, ну вот мы переходим непосредственно к бою. У нас КВ-3, мы в топе. Вот такие бои, прям дайте мне их постоянно, чтобы такие бои были. Было бы вообще просто круто. Но нас закидывает в топчик. Вместе с нами седьмого уровня тяж это только Т-29. Напротив нас Тигр первый и ИС первый. Машины для нас не страшны. Все мы знаем, куда шьется Тигр, куда шьется ИСАК. Единственный такой нюансик, по Тигру стал покрепче. Стал покрепче, в каких-то моментах с ним иногда бывает потяжелее. У нас с вами есть 15 подкалиберов голдовых. Я не заморачиваюсь, ставлю их сразу, потому что что для меня нужно? Мне нужно быстрее прокачать ИС-2-2. Соответственно, мне нужно наносить больше урона, чаще попадать. А подкалиберы нам в этом помогут. Скорость полета быстрее, пробитие выше. Мы всегда в плюсе. Едем на вторую линию. Почему я сразу вам скажу, я выбрал это направление. Посмотрите, что происходит по мини-карте. Куда едет вся толпа наша командная. И кто едет сюда. Сюда едет один Светляк и один Т-34. Но, соответственно, я должен закрывать дыры. Потому что, если они здесь пройдут, нас, соответственно, мы проиграем. Я замечаю ВК. Неожиданно. Странно. Думаю, парень не будет заезжать, а он, оказывается, заезжает наверх. Удивительно. Даю ему шот, он меня пробивает. Как ты меня пробиваешь. А, я же бортом. Странно. Дальше. Уезжает дальше. Я свожусь, свожусь. Не пробитие. Голда. 235. Куда я попал? Не знаю. Ну, по сути, мне этот ВК неинтересен. Там есть Т-34, полтинник. Они должны его убивать, но они немножко там запоздали с этим. По мне М7 пытается что-то там стрелять, не пробивает. Но это вот мне вообще пофигу на него. Он меня при желании вообще не пробьет в лоб. И я понимаю, что нужно уже помогать Т-34. Сейчас налево заходить. Промажет по мне СУ-100. Выстрел был, походу, от нее. Я не знаю, что там пролетело. От кого. Там Т-34. Стремлюсь туда быстрее успеть. Конечно, в плане скорости КВ-3 очень медленный. Набирает скорость очень туго. И тут, смотрите. Направление было выбрано правильно. Сюда приехал Тигр первый. Те ребята, что здесь есть, ему не соперники. Одна арта особо нас не прикроет. Помимо него здесь еще есть, оказывается, еще и ЛТ-шка. И приезжает сюда Т-150. Силы уже здесь превосходят наши. Я могу сказать сразу. Если бы они сейчас вывалились толпой, вышел бы Тигр. Вышел бы Т-150, Т-34. Они могли бы сфокусить. Т-34-очку быстро забрать. Забрать ЛТ-шку. Т-67 особо бы не вылезал, потому что бы сразу умер. И они бы нас просто здесь уничтожили. Но они этого не делают. И тут, конечно, включается наш ДПМ. Наша быстрая скорострельность на этой пушке. И мы начинаем раздавать урончик. Уже 1300 у нас есть. Тигр, конечно, нас будет пробивать. Пробитие у немцев великолепное на ББшках. Ему голда не нужна. Там не 175, там 200. Ему этого достаточно. Здесь можно ничего не заряжать. Но мне нужно пробивать его. Так, начинаем выслеживать дальше. Тигр начинает огребать. Уже 1700 урона. Мы замечаем также, что сюда подъехал КВ-1. То есть вы понимаете, какое скопление здесь танков. И нам приходится просто их сдерживать. Если бы я сюда не приехал, они бы, скорее всего, уже бы здесь прошли. Наши, конечно, толпой прошли по нулевой линии. Там они всех уже уничтожили. Молодцы, великолепно. Но не будь меня здесь, вот эта толпа бы сейчас уже ехала на нашу базу. Вы понимаете, да? Управление было выбрано, еще раз повторюсь, верно. И от нас здесь остается только наносить урон. Пытаемся выслеживать. Но точность, конечно, хромает. Конечно, экипажек-то я пожалел. Нормальный экипаж. Какую-то солянку собрал. Вот такой вот третий. То, что у меня было в казарме там. Каких-то там незапамятных танков. Там даже лампочки нет. У экипажа еще не 100%. Там 90 с чем-то процентов у них. Вот. Лампочку я поставил за счет бонного вот этого оборудования. Который можно... Оно у меня на складе валяется. И там где разовая лампочка. Доп-оборудование какое-то. Или как оно там называется. Я уже забыл. Т-34 хотел уехать. Засаживаем его. Умирает. А тут уже все. Смотрите. 4 минуты боя. Противник весь умер. Мы на КВ-3 сдержали просто соперников. Целый фланг за нами. Отлично отбиваемся. Урон наносим. Все супер. Машина. 4 фрага у нас уже есть. Даем шот просто в лоб КВ-1. Вы понимаете, что в принципе башня КВ-1 она картонная. Она пробивается там даже с пробитием 120. Кажется спокойно. Ну здесь у нас за 235. Поэтому можно даже не переживать. Тут все. Бой выигран. Но единственный, конечно, сильный для нас соперник. Это Тигр 1. Потому что именно нам он нам наносил урон. Больше в принципе. Никто для нас здесь опасности не представлял. Удивительно. Не пробился. Вот тут я понимаю. Вспомнил, что Тигр это подлатали. Раньше бы он пробивался вообще куда угодно. Сейчас он стал покрепче. Ну я надеюсь, вам витос этот зашел. Вы поняли, что КВ-3 офигенный крутой танк. Поэтому катайте его на этой пушке. И будет вам счастье. Ну а с вами был Санек. Всем удачи. Всем отличных боев. Вкачивайте себе двухствольные танки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok